Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, мы с вами продолжаем проходить Скайрим, и в прошлой серии мы с вами отправились в Нычардзард, как-то название, не помню точно его, в общем затопленные какие-то двимерские развалины, здесь мы должны раздобыть книгу, а для того, чтобы это сделать, нужно подать пар в самую главную комнату, потому что она там запакована конкретно. В общем, ходим, вставляем кубы, вот в такие вот вещи, и они активируют всякие штуковины, у нас сейчас два куба имеется, я думаю, два надо здесь и ставить, чтобы опустить давление, да, действительно, посмотрим, что это за комната такая. Ничего себе, она здоровая, оказалось гораздо меньше. Ого, да тут целый город, это из-под воды-то уходит, появляется. Еще и там вниз, ну да, многовато здесь места, и эти тут, вот железком хорошо, ни дыхательных органов, ничего нет, ползают себе там по дну, шкаребут его. И даже не ржавеют, это из какого они металла, да и мерзкий такой металл, смотрите, какой хороший, да? Не ржавчина, ничего не берет, вода, не вода, вообще плевать. Искры только в стороны летят. Опс, как на упреждение-то умеют стрелять, а ты что думал? Я думал, скроешься от меня на своей этой, на этом гироскутере. Как он там, гироскоп у них. Пороли гироскоп называется, это вещь, на которых они катаются. Ну, правильно, так равновесие держать, чтобы искали мы такие болты. Не знаю, зачем я их беру, ну, не знаю, просто на продажу, может быть. Хотя, по идее, я уже этим не пользуюсь. А, вот он был, двумерзкий гироскоп. Да, гироскоп. Именно он поддерживает равновесие. Такие часто используются в кораблях, по-моему, в самолетах. Чтоб не кренило там, в стороны, чтоб он всегда ровненько стоял. Ну, и здесь так же. Сверху такая металлическая конструкция. И спокойно держится вертикально. Ни влево, ни вправо, не падает. Плюс еще и драться умудряется. Что на этот раз? Амолит Джулианоса. Спасибо, не надо. Кстати, здесь тоже можно что-то это использовать. Что мы сделали? Ого! Какие механизмы заработали какие-то. Что это дает? Ну-ка. Прекращают работать. Интересно, ну-ка, ну-ка. Ага. И вода выше поднимается. Понятно. То есть, это тоже надо... Это откачка насоса. То есть, они эту воду откачут. Мне в любом случае здесь надо будет вставлять, потом просто забирать назад. Ну-ка. Да, точно. Вниз сразу уходит. И наш дружок, Нелот, Мак, наверное, уже где-то тут. Возможно, он уже плавает. Он, кстати, плавать тоже любит, я заметил. А он там, по-моему, сражается уже с какой-то... Это, по-моему, баллиста. Я с такими уже видался. Ну-ка. Ух ты. Крохотный камень душ, пожалуй. Возьмем, все остальное себе оставьте. А, ну, это такие. Тут есть периодически, наверное, которые синие. Там надо вставлять и все. И забирается этот камень. Ну, то есть, куб. Оставляется. Он там стоит. Потом вечно. А с красненьким, насколько я помню, можно просто подойти и так. Приспособить на время. И достать. А он работает как ключ. То есть, активировал и все. Баллиста мертвая. Походу, он здесь проходил, наш дружочек. Интересно, куда он делся? Куда-то вниз ушел и потерялся. Где-то здесь, наверное. Плюс эту баллисту я не убивал. Ну, да, определенно он с ней сейчас справился. Где-то тут находится сейчас очередной, видать, этот куб. Может быть, он уже стоит возле него. Ну-ка, куда это вообще ведет? Такой путь. И здесь что-то есть. Сюда, наверное, тоже можно присобачить. Нет отнюдь ничего подобного. А, вон он ты. Ты уже здесь. Я думал, что там такое. Я все кубы растратил уже. Ни одного куба не осталось. Что-нибудь скажешь? Ничего не хочу говорить. Может, мне эти кубы и не нужны, по большей части. Я буду сейчас охраняться, потому что часто вылетают. При переходе вот так вот. Акведукный чердак. Ну, так вот называется. Конечно, очень сложно для произношения. Но мастер Нелот, он вообще запросто произносит. Умелец, что ж скажешь. Последний куб где-то здесь. Надеюсь, не придется больше плавать в этой жиже. Я думаю, где-то здесь должен включаться насос. Но как туда добраться? Нужно опустить все три моста, чтобы добраться до устройства управления насосом. Понятно. Ну, вон я его вижу уже, это приспособление. И да, надо туда действительно дойти. Может быть, как-нибудь отсюда сейчас начнем это все делать. Черт его знает. Лампы, как обычно. Вот первый мост. Его надо как-то опустить. Но опускается, скорее всего, вон тут. Ну да, точно, вон они. Ага, да здесь и три можно вставить. Ну-ка. Один. А тот поднялся. Интересно. Ну-ка. Этот поднимается. А этот что делает? Эти два опускает. Эти два опускает. И вот этот надо опустить тогда тоже. Ага. Головоломка. Слушайте, ну-ка еще раз. Второй. Давай уже. Опустил. Хорошо. А вот этот оба опускает этих. А нет, он только этот. Ахахаха. Тут поднялся. Нечестно. Ну-ка. И еще раз. Теперь. Да, эти два опустились. И этот, по-моему, тоже опущен. А нет, этот стоит опять. Да, черт тебя возьми. Сейчас тот поднимется. Ну да. Последний поднимается. Ох, как они тут намудрили это все. Может быть еще раз тебя? И тот сразу поднимается. Этот активируешь. Тот поднимется. Да, я понял. Так как бы сложно так-то сделать. Ты не думаешь, что здесь так. Я просто обездельничаю. Ну, этот, он опустит средний мост. Но поднимет эту. Эту потом активируешь. Тут же этот. Опустится, конечно. Но этот поднимется. В общем, ничего не изменится. Ну-ка, надо вот эту до последнего. Еще раз. Надо, чтобы тот был поднят, наверное, наоборот. Капитан, очевидность. А то я не понял. Так-с. Этот исключительно этот поднимает, если тот поднят тоже. Угу. Ну-ка, еще раз. Что сейчас сделает? Во. Ну-ка, второй. Опустил этот. Я был близок. По сути, наугад сейчас это все. Блинкаю здесь. Вот. Вот сейчас должен. Оба. Да. Есть. Я это сделал. Наконец-то. Да, конечно. Да, сложный процесс. Ну, в начале, конечно, я так долго тыкал. Под комикс уже чуть-чуть, ну, можно было что-то сообразить. Что-то придумать там. Ох, вы заметили меня, да? Как нехорошо. Я в них попасть не могу почему-то. Я думаю, он с ними сейчас тут запросто разберется. Он очень сильный маг. Он один из самых знаменитых там Риэли. Самых лучших. Одного этого, кстати, полочка-то уже разобрал. Молодец. Я не хочу стрелять, потому что стрелы очень быстро на них тут тратятся. Они отскакивают, и потом ищи-свещи их тут. Днем с огнем не найдешь. Пускай побьется и вернется. Сейчас скажет, ну и союзничек со мной тут ходит. Во, я вот с этим буду сражаться. Это не такой быстрый. Не так бегает хоть. Этих можно побить. Ну вот, опять куда-то стрелы улетели. И попробуй найди теперь. Удачная балка. Кто меня заметил? Кто откуда здесь взялся сзади? Подошел. Сейчас мы тебя на пару с магом разберем. Вниз улетел. Хоть бы что-нибудь оставил от себя. Куча металла. Камень-душ бы с него будем большой бы взять. А так только масло всякое непонятно. А, вот он ты. Ну хорошо, хоть не в воду. Болт опять. Вот души. Камень-душ. То, что мне и нужно было. С кем ты говоришь? Он там с кем-то в бою опять. Ты не сможешь спрятаться, говорит. Обычно у него такие реплики, когда он с кем-то сражается. Вот оно. Ну-ка, что оно сделает в этот раз? Ого. Все с одрогной, что-то развалилось. Вон дверь какая-то. Я так понимаю, мне к ней надо теперь. Ну все, по сути. Я уже все камни эти использовал. Кубы. У меня есть идея. Да. Я подождусь здесь и выну этот куб, как только ты найдешь последний. Удачи. Как-то ты это сказал очень странно. Удачи. Так прям коварно. Я не особо доверяю этим всяким магам здесь местным. Не, ну в принципе мы вместе одно общее дело делаем. Это в его интересах тоже. Если он меня оставит там, он тоже книгу не получит. Так, подожди. То есть понятно. Подожди, я должен накубаться. Теперь нет уже. Все. Вот теперь я должен к нему подойти. Как бы только это сделать? С какой стороны? Сюда-то я перелез. О, не хочется мне сейчас вниз там спрыгивать. Что, Нелла? Подожди, стой. Нам нужно найти столько кубов, чтобы мы могли оставить насосы включенными и запустить все четыре котла. Нам надо найти еще кубы. Я сейчас только выну его и все. И тут начнет все затапливаться. Я не успею. Ага, все. Дверь уже не активна. Я не понял, что он хочет от меня. Говорит, и я ставлю куб, когда... Что он говорил? Ну-ка, подождите. Может, тут еще какой-то куб оставался в другой? Наверное, тот, который я там на мостиках использовал. Хотя, по-моему, нет. Он там был одноразовый. Там все красненькие. Да. Говорит, я его вынул тогда, когда ты это... Ну, давай. Вынул. Он не о том говорит, что мне нужно. Здесь тоже красный. Одноразовый, по сути. Раз нажать и все открыть. Ммм, не хватает предмета. И все. И стоит. Я не знаю, что он от меня хочет. Ну-ка еще раз. Давайте, наверное, журнальчик откроем. Что он хочет от меня сейчас, в данный момент. Я чуть не понимаю. Так, вот знание, чтобы победить мираком. Ну, это просто обычное. Но он заперта внутри какого-то защитного механизма. Вместе, может, мы, говорит, найдем. И все. Может быть, другая дверь. Может быть, я рано как бы туда иду. Это что такое, допустим? Большой зал на джердаке. Может, не туда, а сейчас. О, восстановить подачу к двемирскому читальному залу. Это вообще, по сути, выход. Раздобыть формулу. Восстановить подачу парок к двемирскому читальному залу. Хотя нет, здесь тоже она девается. Скорее всего, он не сюда, значит. Ну, потому что там не ясно, что он. Мне здесь надо взять какой-то подобный куб, наверное, отсюда. И вернуться потом. Ну, кстати, да, на промежуточном уровне же был. Можно даже все затопить. Вот то, что там, ниже. А, но мне вообще абсолютно не нужно. Где-то я оставлял еще какой-то. По-моему, он там. Во. Ну-ка, ну-ка. Что-то замудрили вообще с этими кубами, конечно. Вот он мне теперь больше не нужен. Ого. Вылез. Ах ты. А он мощно бьет. Реально мощно бьешь так-то. Сильная штука. Сейчас еще убьет меня вдобавок. Еще из арбалетов стреляет. Так, я думаю, даже, наверное, на зеле надо. Зеле лечение, да, обычное? Да, лучше отличник даже. Да я при смерти. Какие вы мощные твари. Я привык их убивать издалека. Не сближаюсь. А тут ничего себе разочек. Попался мне всего лишь вот так вот. И все, уже проблемы я испытал. Страшная штука. Так, ладно. Самое главное у меня теперь имеется этот куб. Теперь можно идти опять туда. А это что за? Ты что активируешь? Ну-ка. Что-то работает, тоже начинает. Такое неясно, что. Иначе мне это не нужно. Все, мне сюда. Теперь в самый низ. на один куб побольше. Акведук. Так, здесь такой куб, по-моему, вставлен. Да, уже все вставлен. Ну, все, отлично. Сейчас дверь откроется, значит. Хо-хо-хо-хо. Слава богу. Надо только идти в приседе постоянно. Надо только идти в приседе постоянно. Если мне каждый раз будут попадаться такие вот механизмы в ближнем бою, у меня будут серьезные проблемы тогда. Руби, лапка. Так, чтобы открыть, наверное, тоже вставить. Ух, ты меня зачем туда сдвигаешь? Хе-хе-хе-хе, гадина. Подводит меня под эти шипы. Вот он. Есть. Что-то звук воды какой-то мне не нравится. А как бы тут не затапливает. Да тут все затапливает, начинает. Надо быстрее отсюда выметаться тогда. Ого. Проблемы. Да. Отлично. Тогда я возьму этот, и можно двигаться дальше. Хорошо, пойдем. Я за тобой, давай, иди. Так, он говорит, что я этот возьму. Я надеюсь, он это действительно сделал. А то сейчас придет без куба. А то так-то наверх все равно показывает. Опять же, он туда. Ну-ка. Отлично его забрал? Ага, забрал, вон он. Он сейчас туда только пойдет, это три часа будет. Давай живее, мужик. Я бы уже гораздо быстрее, наверное, его оттуда забрал. Какая-то дверца еще имеется. Может быть, там выйдем. Осторожно. Оба насоса отключены. Ага. И вода поднимается все выше. Я заметил. Оказалось проще, чем я ожидал. Хорошо, что ты здесь. И вся тяжелая работа на тебе. Обездили. А у нас их точно пять? Потому что я там-то так еще оставлял кубы. Я захватил для тебя этот куб. У меня три всего. А не пять. Может займемся этим? Подожди. Мне надо те-то... А как я их теперь заберу? Все, обратно-то. У меня всего три в распоряжении. Черт возьми. Это вообще нехорошо. Как отсюда теперь уходить? Там же два стоят в соседней этой... Откуда мы приперлись. Их там оставил. Где самая здоровая-то была. Ну, где сейчас... Куда только что ходил забирать их. А, ну все. Мы сюда вернулись. Слава богу. Я думал, мы тут вообще сейчас не проплывем. Я думал, тут все затоплено теперь. Надо их вынуть. Обязательно. Во. Все. Три, четыре, пять. Да. Все верно. Дождаться бы его. Он же должен вернуться. А то сейчас... Выну он здесь. Утонет. А, раз, два, три, четыре. А-а-а. Все. Это самая главная комната получается. Здесь их все и надо активировать. Ну-ка. Точно. Раз, два. Я думаю, что-то не то. Вот еще один. А, и последний у него. Где он? Дружочек наш Нелот что-то в последнее время это. Как-то задерживается. Везде, где только можно. Поэтому я их всегда вперед пропускаю перед собой. Куда он сейчас потерялся? Ты что здесь делаешь? Поплыли? Ты что, застрял под водой что ли? Давай, пойдем, пойдем. Ты в камнях застрял походу. Туда-сюда плавают. Как тебя вывезти ко мне? Я не понимаю, о чем он. Он гад. Слушай, поплыли, а. У нас есть кубы, нужные для запуска котлов. Давай, не будем терять времени. Вот именно про это я тебе хотел только что сказать. Давай время терять не будем. Поплыли и все. У нас там остался один этот, который надо вставить. Одна стойка. Один куб. И жаль, что он здесь не появляется, когда мы загружаемся. Обычно бывает наоборот. То есть ты переходишь через дверь и он уже тут стоит. О, в этот раз работал. Подъем. Забагованный Нелот. Черт возьми. Не дождешься, когда он пойдет. В прошлый раз он там остался. В этот раз появился, слава богу. Давай, давай, пошевеливайся. Я уже заждался тебя ждать. С этими кубами под конец уже свихнуться можно. Мост кипит. Сюда надо было его вставить. Ты куда пошел? Я, конечно, в восторге от этого города. Но не против проверить, сумеем ли мы отбереть защитный чехол книги. Ты еще помнишь, зачем мы сюда пришли? Естественно. Ты хочешь именно здесь вставить, да? Давай, я там тогда вставлю, если тебе принципиально это. Похоже, все в порядке. Хорошо. Времени ушло больше, чем я расчетил. Но теперь уже все закончено. Берегись. Еще один паровой цикларион. Вижу. Страж. Охранное... Это... Устройство. Книгу-то защищают. Очень капитальное, смотрю, здесь. Настолько важное. Ну все. От него куда кусок какой-то отлетел? Вот бы его сейчас поднять, по-моему, без разницы же. С какой стороны мы берем куски, заглядываем в труп. Даже если рука где-то будет в стороне валяться, можно у нее заглянуть. Не по сути, это будет равносильно тому, что ты в тело его заглянул. Ну, взять там трофей, награды. Так, что он здесь охранял? Поровик. Сундучок. 50. Ну, так себе. О, сильно делили что-нибудь. Вот это хорошо. Он не зря заглянул, значит. Вемерская броня, оружие. Копеечная. Весит больше. Прочит, какой-нибудь магический зачарованный предмет продать, больше выручишь. А весить будет 0,5. Полкилограмма. Гораздо выгоднее. Он уже умудрился назад куда-то умчаться. Я так понимаю, мне надо сейчас за ним следовать. На выход. Да, точно. Ну и замудрили. Как они замудрили тут с этими паровыми губами. Это какой-то кошмар. Что, давай, нажимай. Или я должен нажать. Сейчас пар вытолкнет его. Ого. Вот она. Я в курсе. Ну хорошо, что ж, поехали. Еще одна книжка. Острое пирог какое-то называется. Если его увидишь нормально, он так... Просто передай привет. Как будто бы я тут пошел к какому-нибудь изучить тайные знания, скрыто в остром пире. Как будто бы я к дружку какому-то старому, знакомому нашему отправился. Ничего, что это так бог целый. До эдры. До эдры. Успеем, нет? Ах, не успеем. Я думал, сейчас запрыгнул. А то мне сейчас начнут тут кошмарить эти всякие. Водоросли вылазящие. Так-то хлестко бьют. О, наш лифт подъехал. Подоспел. Давай, давай, давай. Есть. Сейчас как меня засосет в эту воронку знаний. Выкинет где-нибудь в другом месте. Знающим все. О, походу мне сюда. О, про них я говорил. Твари, уйдите, уйдите от меня. Защищают, как свои ростки. Так, с одной стороны и еще, наверное, со второй стороны точно такой же надо активировать. И потом что-нибудь, наверное, заработает. Что, по сути, он здесь только в две стороны катит, я вижу. Лево, право и все. Уйдите. Кошмарные создания. Так, а, тут просто следующая глава, что ли? Понятно. Интересно, тогда что это за росток я там делал и что он дает? Ну, я его активировал, как бы. Можно было просто, наверное, сюда сразу же добежать. Может, я не заметил, может быть, здесь эта книжка как-то закрыта была. Ого! Сейчас голова закружится. Какой-то иллюзион настоящий. И всюду эти рыбы. Культ рыб. Рыб-убийцы. Ох ты. Вот это масштаб. Ага. Защитничек. Местный. Луркер. Ну, он даже не подозревает, откуда это. Он же даже не видит. Ох, заметил. Только говорю, что не подозревает. И как тут, как тут. Откуда не возьмись. Хорошо есть остановка времени эта. Не приближайся. Не приближайся. Давай сдалекобиться. Ох ты, гад. Ох, какой ты мощный и здоровый. Есть. Этих понапризывал здесь. Искатели. Приключений. Да, серьезные. Серьезные ребята. Ох, я даже не знаю, что тут против них использовать. Наверное, на яду у них иммунитет. Все-таки ниши Дейдра, как их тут называют. Но все равно Дейдра. Плевать призванные. Так же, как и у драконов, наверное, иммунитет на все подряд. Все, что не используй. Останки Искателя. Учет древних свитков даже есть книжка. Неплохо так. Свиток призыв к оружию. Пускай себе оставляют. Так, вот эту мы активировали. Тут это все раскрылось, получается. Ага. Открывается, видимо, та комната еще тоже для чего-то. С помощью, наверное, вот этого шарика. Ну-ка. Да, точно. А, есть книжка. Которая ведет, наверное, в следующую главу. А, нет, это вообще назад. Возврат. Хорошо. Значит, все наши дела будут происходить тут. В этом адском помещении. Что дает? А, это только третья глава. Ничего себе. Масштаб. Впечатляет и поражает. О, стоит. Пока что проблемы в основном только с вот этими вот искателями. Они потому что призывают кучу своих клонов. И не поймешь, какой из них настоящий, а какой нет. Плюс они меня всегда видят. О, он уже здесь. Как ты здесь быстро так оказался? Либо это тот его призвал сюда, наверное. Успел. О, еще один. Ну, это все клоны. Надо основных бить. Первых, настоящих. Которые потом появляются, так понимают, не вообще толку никакого. Кроме урона, это в помощь. Себе. Точно. Два. Два сразу исчезли. Останки искателя есть. А вот это призыв сразу видно. Горское пепло пустое всегда. Ох, ну хорошо. В принципе, справляюсь. Не без труда. С зелиями даже иногда. Но в целом, можно жить. Источник магии. Да мне эта магия-то и не нужна. Спрашивается, зачем. Куча источников. Можно их активировать. Я их все вижу. Я их целенаправленно прохожу мимо. Не активирую, потому что смысл его активировать. Вон, источник, по-моему, этого запаса силы зеленой. Мне красный бы, чтобы здоровье восстанавливать. Это гораздо полезнее было бы. Но смысл восстанавливать то, что у меня и так на 100%. А то просто комментарий был такой. Используй источники, не проходи мимо. Не вижу смысла абсолютно. Так-то я про них знаю, конечно же. Куда-то все выше, выше. Самое небо уже. А небо тут вообще гадкое. Ух ты. Херме он с муром почти точно так же выглядит. Еще 500 глаз туда добавить, к этим щупальцам. У него глаз тоже вообще так много. И будет фактически родственничек. Здесь, наверное, должны вылазить луркеры. Ага. Ну точно. Сразу видно, рядом с такими бассейнами всегда имеются гады. Гады. Очередной лепесток? Волшебный шар почему-то называется он. Мне больше кажется, это как-то листики. Как растения. И бывают в растениях тоже такие внутри. Как из семена или что-то бывает. Листика разворачиваешь, а там вот лежит семечко. Разобрались на два счета. Он просто меня не видел. Какой-то длинный проход. Я думал, я сейчас к тому самому луркеру пройду просто по прямой. Но не тут-то было. Окольными путями. Ага, ну точно я к нему вернулся. Сейчас начнет. Кидать в меня всякую гадость. О-хо-хо. Давай стой на месте. Когда они вот так вот бегут, все трясется. Действительно аж не по себе становится. Сблизи-то они действительно это мощные. Здоровьем немало снимают. Каждым ударом. А мы все продолжаем кататься. Все не накатаемся никак. Туда-сюда ездим. Что на этот раз? Двойные врата. Настоящий лабиринт в знаниях. Запас его опять можно активировать. Ого, сколько книг. Интересно. Они читаемые? Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Он призвал еще одного. И такой же темный. И пойми, где из них настоящий. У меня только что теория родилась. И тут же она в пух и прах была разнесена. К сожалению. По цветам их тоже не определишь. Ну вот опять стоит куча. То еще помещение. Так, это липа. А вот это настоящий. Отлично. Можно даже сохраниться по такому поводу. В принципе, хорошо. А, тут... Нет, что у него маскировка? Вообще незаметный. Слился с местностью. Цвет такой же, как и все вокруг. Просто наугад посылает свои лучи. И примерно знает, где я стою. Откуда летят стрелы туда и посылает в обратку. Вон книга лежит. Скорее всего, это есть следующая наша цель. Следующая глава. Если бы я тут не в скрытном режиме шел, а просто так, и меня бы видели, наверное, из каждой такой вот жижи бы вылезали бы эти вонючие водоросли и били бы меня это благо, и я крадусь. Бесшумно. Они, наверное, даже не подозревают, что рядом с ними здесь враг. Ух ты, камни-душ. Черный камень. Вот это хорошо. Что на этот раз? Ого! Красотища. Да уж. Обливион. Черная книга. Вот она. Все. Самое главное. Источник знаний. О, Фермерс Мора. Привет. Привет. Твои странствия в поисках просветления наконец привели тебя сюда, в мое царство. И я знал, что так и будет. И? Хорошо. Ну, чего ты от меня хочешь на сей раз? Итак, ты в моих владениях. Ну да. Ты ищешь запретные знания, которые до сих пор получил всего один. Вон сколько глаз у него. Ты из дракона рожденных, как и Мирак, ищешь знания и власть. Ну да, я из этих. Ну, знаешь, я здесь, чтобы узнать тайны Мирака. Всему, что он знает, он научился от меня. Такая задержка. Я знаю, чего ты хочешь. Использовать силу дракона рожденного, чтобы подчинить мир своей воле. Почему так думаешь? Странно. В таком случае вот знания, которые тебе нужны. Хотя ты и не представляешь, что именно тебе нужно. Второе слово силы. Ух ты. Используй его, чтобы подчинить волю смертных своим целям. Отлично. Спасибо. Но этого мало. Мирак знает последнее слово силы. Без него не стоит и надеяться одолеть его. Мирак хорошо служил мне и получил награду. Я могу даровать и тебе ту же силу, что и ему. Но любое знание имеет свою цену. Как обычно. Ничего не бывает, просто так. Хорошо. Так. Это какова цена за последнее слово силы? Хотя подожди, мне нужен вопрос. Почему, чтобы победить Мирака, мне нужно это слово? Даже драконы подчиняются голосу Мирака. Без этой силы тебе не справиться с ним. Так говорю я. Хермеус Мора. Вершитель судеб. Ну, самый влиятельный, по-моему, Дейдра. Из всех. Вроде как. А разве Мирак не твой союзник? Зачем тебе помогать мне побеждать его, кстати, тоже? Он служил мне долго и преданно. Но становится слишком неугомонным. Ага. И всё, да? Его желание вернуться в ваш мир распространит моё влияние. Но в то же время он освободится от моего прямого контроля. Возможно, настало время заменить его на более преданного слугу. Того, который оценит предлагаемые мною дары. Да, да, да. Ты мне плохо знаешь ещё. Думаешь, что я такой преданный слуга, ему прям тут дальше некуда. Хорошо. Так какова цена за последние слова силы? Знания за знания. Угу. Скалы скрывают от меня свои тайны много лет. Пришло время добавить их знания в мою библиотеку. Это уже неинтересно. Откуда мне знать, что тебе можно доверять, демон? Моё слово так же верно, как судьба. Так же нерушимо, как рок. Доставь мне то, чего я желаю. И я дам тебе то, что ты ищешь. Отправь ко мне шамана Скаалов. Он хранит тайны, которые должны стать моими. Это ужасно. Я с ними в таких хороших отношениях вроде помог им там. Они мне верят свято. Кошмар. Ужас. А я сейчас буду отправлять к ним. Так, что теперь? Сила драконорождённого. Ваш крик бежава с насилу наносит больше урона. Огненный может дезинтегрировать врагов. Ух ты, вот это хорошо. Я им чаще всего пользуюсь, кстати говоря. Так, это что? Когда ваш крик огненное дыхание убивает врага, с его тела поднимается. Огненный змей сражается за вас в течение 60 секунд. Огненным пламенем я очень редко пользуюсь. И мороз, наверное, тоже самое подобное. Закроют врагов в лёд. А в глыбу, ну неплохо. Но я бежала с насилой, чаще всего пользуюсь. Я, наверное, её дам. Мой любимый крик. Просто он классический и всё. Я считаю, что можно один крик вообще оставить и им пользоваться. Солстаем. А всё остальное-то как-то удел магов, что ли? Вот это морозное дыхание и прочее всё. Как это было? Разные люди при чтении этих книг переживали разные вещи. Ну, знаешь, мы говорили с Хермиосом Морой. И как ни странно, на вид ты всё ещё в своём уме. Ага. И что же он сказал? Наверное, чего-то от тебя хотел. Он хочет узнать тайны скалов, а взамен научит меня третьему слову. Эх, какие такие тайны они могут скрывать от Старого Моры? Да, вот это будет сделка. Не говори. Эус Мора узнает потрясающий новый способ освежевать Хоркера. А ты станешь вторым, самым могущественным драконорождённым из всех когда-либо живших. И не говори. Да, тут есть над чем подумать. Мне нужно вернуться в Тель Митрин. У меня есть кое-какие идеи, как найти ещё чёрные книги. Хорошо. Давай, удачи. Тель Митрин говорит. Так, что у меня тут, садовод людей, поговорить со Строном? Хорошо. Надо выметаться, значит. Я тут даже, наверное, сохранюсь, на всякий случай. Чуть не договорил, интересно, можно ли там что-то. А вот он, этот гад, с которым мы воевали. Это отец той самой Сираны. Такой вообще сложный. За счёт своей невидимости, постоянно бегает по всей комнате, дармоед. Не попасть вообще никак. А чё здесь всё такое зелёное? Как будто бы я сейчас нахожусь в этом же Инфиниум. Как он там называется? Кросс. Ух ты, так это именной дракон. Не просто какой-то дракон, это... Кроссуах какой-то. Это направил Мирак на меня его, 100%. Ну, мы с магом в паре, я думаю, сейчас побыстрее мы его здесь разберём. Без проблем. 100%. Ох, как критический урон залетел. Хорошо. Вот это уже неприятный момент, когда он спускается. Да, точно, это от Мирака пришёл. Он даже говорит, чтобы мы склонились и перед ним весь мир. Должен склониться, а весь окровавленный. Есть. Он, кстати, мощный мастер. Он действительно стоит, он оправдывает своё звание. Мощницкий товарищ. На этот раз я загвотил душу. А в прошлый раз воровал. Отлично. Надо сразу тогда второй изучить славу, которую мы только что взяли. Так, крики. Где-то здесь же он, по-моему, внизу был. Починение воли, вот он. Ну что ж, открываем второй. Отлично. Стрела моя, пожалуй, заберём. Железная стрела. Так, ну и что, давайте тогда на этом делать паузу. Ну и продолжать уже выполнять все эти квесты. Учиться знаниям и противостоять людям Мирака. И уже не только людям, ещё и драконам Мирака. Всё это будет уже в следующей серии. На сегодня, я думаю, достаточно головоломок, приключений. В общем-то, с паровыми кубами пришлось немножко повозиться. Но, благо, я справился. В общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, если вы ещё этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч.